В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И сегодня с нами в гостях депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Алина! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Очень рады видеть вас в нашей студии. Вопросов, на самом деле, накопилось очень много. И, конечно же, хотелось бы, наверное, начать с вопроса, который последние 2-3 недели обсуждается жителями не только нашего округа, но и жителями соседней Архангельской области, жителями Республики Коми, да и в целом, наверное, тех регионов, которые имеют статус матрёшек, так называемых. Конечно же, тема объединения Ненецкого округа и Архангельской области, да, о ней сегодня не говорит, наверное, только ленивый. Вот вы, наверное, один из тех немногих представителей власти федерального уровня, кто занял принципиальную позицию против объединения. Скажите, почему и как вы вообще узнали об этой новости, о подписании меморандума? Ну, приятно то, что когда сейчас с аэропорта ехал, не было пикетов, не было плакатов. Мы против объединения и прочее. Это уже немного успокаивает меня, вот эта ситуация. Что касается выступил против объединения, безусловно, по-другому я поступить не мог, поскольку в Государственной Думе и на федеральном уровне представляют жители Ненецкого автономного округа. Безусловно, мониторил я всю эту ситуацию. Вот, с таким сволнением всё вот это наблюдал. К сожалению, видите, мы можем приехать только в региональную неделю, когда у нас вот неделя в конце месяца. Вот, я как бы сразу дал информацию о том, что, безусловно, вот эти вещи, они не должны сверху проводиться. Люди должны сами определиться, если они считают нужным, что нужно объединяться, если идёт инициатива от людей, если есть такое желание, значит, тогда мы должны подписать такие меморандумы, значит, прежде всего, переговорив с людьми, переговорив с жителем Ненецкого автономного округа. Но я там не один на федеральном уровне, я могу сказать, что вот Турчак Андрей Анатольевич, который сегодня висцеспикер у нас Совета Федерации, который разговорит о партии «Единая Россия», генеральный секретарь, наверное, единственный генеральный секретарь партии, прилетел в Ненецкий автономный округ, дважды причём прилетел, для того, чтобы просорваться напрямую с ситуацией, встретился с членами «Единая Россия», встретил ассоциации «ЕСАВЫ», пообщался с населением. Я здесь не видел ни Зюганова, ни Жириновского, ни Миронова, чтобы мне хоть как-то... Ну, Жириновский-то обозначил свою позицию, мы его точку зрения знаем, а ни Зюганова, ни Миронова здесь не видел. Поэтому Андрей Анатольевич чётко, по-моему, в этой ситуации разобрался. Я с ним встречался вчера, мы ещё раз перед приездом в округ, я это всё обсуждал очень подробно с ним. Он просил меня, значит, по приезду обратно встретиться с ним и совместно с Александром Витальевичем Цибульским, Бездудным, Юрием Васильевичем, обсудить вот эту ситуацию. Есть какое-то напряжение, если осталось какое напряжение, если остались вопросы непонятные для жителей округа, он готов сюда снова прилететь, повстречаться, пообсуждать и разъяснить точку зрения именно партии «Единая Россия». И не только партия «Единая Россия», а, я так думаю, что эта позиция, она устоявшаяся на самом деле. Сегодня мы можем абсолютно точно сказать однозначно, что никакого референдума не будет, никакого объединения не будет. Мы не можем сказать на будущее поколение, через 10, 25, 10 лет, как будущее поколение нашей внуки, и дети, и ещё это самое какое решение примут. Но сегодня, по крайней мере, та поспешность, с которой было принято это решение, она, конечно, вызвала такое непонимание у жителей округа, это безусловно, это правильно, потому что с людьми нужно говорить, об этом и президент всегда говорит, о том, что с людьми надо разговаривать, а потом уже какие-то решения принимать. Мы всегда это, в принципе, и делали по жизни, а то, что произошло, это произошло. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть, однозначно сегодня позиция партии «Единая Россия», и не только «Единая Россия», я пообщался в администрации президента, на очень высоком уровне проговорил, позиция чёткая, референдума не будет, вопрос снят по референдуму, вопрос снят по объединению. Сегодня мы спокойно должны работать, не искать врагов, нет у нас врагов в Ненецком автономном округе, не искать там, кто какая партия, как, чего себя повела, а спокойно работать на созидание, на развитие Ненецкого автономного округа, на качество жизни и на жителей округа, прежде всего. Появляется разная, другая информация. Например, вот читал в одном из телеграм-каналов, что в правительстве Архангельской области и депутаты Архангельской области также рассматривают вопрос о внесении поправок в их законодательство в Архангельской области о проведении референдума. Что касается референдума в Архангельской области поправки, насколько мне известно, я сейчас вот летел в самолёте, прочитал, о чём идет речь, они, в принципе, приводят референдум Архангельской области с норму в соответствии с федеральным законодательством. Никаких угроз я там не вижу. Понимаю опасения жителей округа, сейчас уже там дуть будут уже и на холодное. Всё это понятно. Всё это по жизни понятно. Но вот что касается, прежде всего, вот той инициативы, которая была подписана, меморандум, насколько я понимаю, с моей точки зрения, с моего понимания, после общения в администрации президента, там, с Андреем Анатольевичем Торчаком, сегодня у нас в целом по Российской Федерации сложилась очень сложная ситуация, ну, с точки зрения экономики. Наложилась на коронавирус, на пандемию. Кризис, я думаю, что ещё впереди, если ситуация на БОТО. Вот так же продолжается экономически уже теперь кризисная ситуация. Вы знаете о том, что у нас очень серьёзные проблемы с Северным потоком-2. Как действуют наши друзья за океаном? Практически готовы все, кто с нами сотрудничает, и те, кто, значит, идёт у нас БОТО, экспорт по Северному потоку-2, там, готовы санкции наложить. Проблемы у нас с дружбой, с газопроводом, проблемы с силой Сибири. По сути дела, сегодня всё делается для того, чтобы наши ресурсы не пошли на Европу. Очень серьёзные попытки есть. И у нас есть очень реальная угроза в целом по России. И вот этот рынок сырьевой, который база у нас в целом по формированию федерального бюджета, что там говорить. И президент поставил задачу оперативно проработать вопросы по развитию Северо-морского пути, чтобы Северо-морской путь заработал уже там к 24-му году реально. А у нас поставлена задача там к 24-му году перевести по нему 80 миллионов тонн. А к 35-му году там порядка 130-150 миллионов тонн. Сегодня практически Северный морской путь, он, ну, скажем так, не загружен. Да его и загрузить нечем. Поэтому для этого нам нужно в целом по арктическим регионам Российской Федерации сделать рывок для того, чтобы у нас было сырьё, у нас была база для развития Северо-морского пути. Задачу такую президент поставил, попросил дать предложение оперативно, быстро, что мы в этом плане можем сделать. Значит, поступили такие предложения не только от Нениско-автономного округа, так и северо-запада и по Востоку, по Восточной Арктике. И здесь, я так полагаю, я так просто могу только предполагать, поскольку вот, по сути, тоже узнал вот это, по большому счёту, из средств массовой информации, подписание этого меморандума, что Александр Витальевич, Юрий Васильевич вышли с этой инициативой. В принципе, я говорю, что понять их можно с точки зрения того, что ситуация сложная экономическая, что да, интеграция, субъекты, всё это понятно, всё это по логике где-то можно объяснить. Но непонятно другое, почему это сделано вот так быстро, я ещё раз повторюсь, не проговорив с населением, не проговорив с жителями округа, речь идёт в целом по развитию экономики, социально-экономического прорыва, по привлечению крупных инвестиций, крупных компаний мировых для развития северо-морского пути. Понятно, что интеграция, объединение субъектов, это в какой-то степени даст, ну, это не только с Архангельской области, надо так говорить, коми-республика у нас наоборот больше, с коми-республики, если транспортные нити завязаны, именно оттуда у нас по зимнику поставляется, всё, по сути дела, для нефтянки. Поэтому здесь вот их точка зрения, её можно понять, в принципе, непонятно другое. Почему, как это произошло? Потому что это не первый раз. Я когда был председателем Кружного собрания, когда вот с Фёдором работали, наверное, каждый год эта инициатива поднималась, она уже несколько, не один десяток лет эта инициатива обсуждается. Но мы, когда губернатор, он прежде всего переговорил с председателем Кружного собрания депутатов, переговорил с окружными депутатами, но тут, в принципе, он, наверное, с окружными не говорил, тогда Фёдору, поскольку было понятно, что мы как бы, у нас точка зрения совпадала, мы сказали, что это преждевременно. Для этого ситуация должна созреть. Снизу она должна быть. Снизу, ещё раз подчеркну, этого не было. Я думаю, что сегодня этого пока нет. После 93-го года, когда мы стали субъектом, мы потихонечку, так это у нас всё время какие-то конфликты помнятся. Ведь мы помним прекрасно в 2000-е годы, когда мы по договору, долго договор не подписывался, когда мы отдали полностью полномочия выполнять Архангельскую область. Мы же помним, это же всё на нашей памяти было. Я работал в окружном собрании депутатов, когда сразу срезаны были существенно, я мягко говорю, существенно субсидии по оленевосту, по авиации, когда у нас проблемы были с перевёзкой детей с тундры в интернаты, в школу, когда по сути дела мел распределяли у нас по школам, по пайкам раздавали. Всё это у нас на виду ведь было. То есть вот этот опыт, который он был, он в памяти, как вы говорите, остался жителям Нениско-автономного округа. Чтоб его это ушло из памяти, чтоб мы почувствовали, что ситуация как-то изменилась, для этого нам создавать нужны условия. Вот для этого и об этом и идёт сегодня речь по развитию социально-экономической вот этой программы развития Архангельской области Нениско-автономного округа. И не только, кстати, Архангельский Нениско-автономный, это по Арктике практически и пойдёт везде. Вот о чём идёт речь, вот о чём нужно сегодня говорить, а не обвинении двух субъектов, как будто, ну, по сути дела, там, ликвидация округа и нового субъекта. Я не думаю, что и Архангельская область тоже, но вряд ли они откажутся от Архангельской области, они Архангелогородцы, Архангелы, это у них очень свято всё, очень свято. Но дай бог, что там проговорились с людьми, они поддержали инициативу. А здесь, насколько мне известно, даже ни одного обращения не было, ни от организации, может быть, из физических лиц были какие-то обращения с просьбой объединений субъекта. Но мне, по крайней мере, это неизвестно. Ещё, может быть, повторюсь, вот уже социально-экономическая вот эта программа. Нам важно создать условия, что я имею в виду прежде всего. Вот когда Михальчук приезжал, я был председателем собрания, наверное, тогда мы говорили о том, что давайте будем построить дорогу Мизень-Несь, снеси, поведём сюда, чтобы жители не низкоавтономного округа могли ездить в Архангельск, Мизень. Это же... Они же там замечательную дорогу построили. Бычье, Совполе или Шуконское. Ни бетонка, ни асфальт. Это грунтовка, но она позволяет людям передвигаться между субъектами даже. Вот с этого надо начинать. Надо строить эту дорогу. Надо решить вопрос с медициной, чтобы жители западной части, с Шойны, сегодня нужно прилететь в Нарьенмар, взять направление и лететь в Архангельск, в больницу областную. То же самое там и жителям других частей округа и Востока, и Центральной части. Поэтому здесь почему бы не решить вопрос, чтобы жители западной части, и не только западной части округа, могли полететь в Архангельск, пройти там обследование. С точки зрения финансового потока всё это можно решить. Но для этого надо иметь добрые дружеские отношения и желание к этому. Я могу назвать вам десятки таких примеров, которые сегодня нам нужно, вот в этом плане нам нужно развиваться, что мы почувствовали реально себя, реально почувствовали, мы с Архангельской областью взаимосвязаны, прежде всего, экономическими моментами, да, с точки зрения развития, что мы почувствовали, что у нас идут инвестиции, мощные инвестиции. Ведь это всё реально, это всё возможно, но сегодня этого нету. Поэтому и предлагается, я говорю, повторюсь, не только по, но это надо дать должное Александру Витальевичу, то, что всё-таки он выбил вот с федерального центра, именно вот эту, когда они с Трутневым встречались, по вот эту социально-экономическое развитие программу. Я думаю, что намерения-то и у того, и у другого исполняющие обязанности были благие, безусловно, безусловно, хотели сделать как лучше, но получилось вот так вот. Ну, бывает по жизни всякое, я всегда говорю, что строевым шагом жизни пройдёшь. Мне вот не совсем нравится, когда мы сразу ярлыки навешиваем здесь, мне кажется, не надо это делать, надо спокойно, спокойно эту ситуацию выруливать, спокойно прорабатывать вот эти вещи, значит, ну, на мой взгляд, отменить вот это решение по миорандуму. Вот эта рабочая группа с нелепым таким названием, что якобы уже объединение предложений туда, но это не понимает жителей округа, что за такая рабочая группа, безусловно, её надо переформатировать, её, эту группу нужно, чтобы она была направлена к разработке именно той социально-экономической программы, посмотреть по финансированию, как это будет распределяться, что мы будем делать по области, по Ненинскому автономному округу. А жизнь покажет, люди сами поймут и определятся, нужно это им или не нужно. Ну, вот как вы правильно отметили, на многих политических деятелях Ненинского округа и каких-то общественников были навешаны ярлыки, и наше население восприняли в штыки, хотя вот, например, я знаю, большинство депутатов той же «Единой России» в собрании депутатов, они тоже были против. И вот, насколько мне известно, несколько дней назад вышли с инициативой, законопроектом внесли в собрание депутатов наше окружное, чтобы урегулировать раз и навсегда вот этот вот момент, кто может вносить инициативу об объединении регионов. Слышали что-то ведь наверняка об этом? Безусловно, слышал. Раз и навсегда, да, навсегда меня вот это всегда, навсегда, навсегда. Жизнь, она на месте не стоит. И вот я всегда говорю, и мы начали с вами разговор с того, что вот эта инициатива, когда они внесли предложение по референдуму, но ведь мы с ними говорили, что, друзья, ну давайте мы с людьми-то будем говорить. Вы сначала поговорите с жителями округа, что им нужно, какие нужно внести изменения в референдум, какие есть предложения. Это было сделано? Мне кажется, не было. Вот для этого сначала надо проговорить с жителями округа, проработать вот этот вопрос, а тогда уже его вносить, эту поправку обсуждать реально. Это нормально, это так должно быть. Сегодня я этого не вижу, например, что с кем-то обсуждали какие-то поправки и прочее. Что касается, кто-то поддержал, кто-то не поддержал, все люди разные. Есть и там молодые депутаты, которые по жизни ударов-то никогда не держали, по большому счёту, серьёзных ударов по жизни таких политических. Политика дело ведь очень серьёзное. И когда такие предложения поступили от исполняющих обязанностей и прочее, безусловно, кто-то дрогнул, кто-то это сами, особенно если брать исполнительную власть. Ладно, депутаты, они избраны населением, они представляют точку зрения своих избирателей, им проще, особенно на уровне Государственной Думы. У меня есть люди, которые мне наказы дают, я их наказы выполняю. А в исполнительной власти это всё ведь очень непросто на самом деле. У каждого семьи, у каждого дети, каждый думает о своей судьбе, о своей семье и прочее. Поэтому тут вот, я ещё раз говорю, что тут надо быть очень внимательным, осторожным к людям, не навешивать вот таких ярлыков. У нас нет врагов, нет предателей в округе. Все озабочены и думают своей малой родиной, и живут своей малой родиной. Поэтому вот ещё раз, может быть, несколько раз я уже сказал, нам надо больше говорить с людьми, больше говорить людям открыто, вот то, что происходит, да, и принимать решения, опираясь на точку зрения жителей округа. Как у нас делает Володин в Государственной Думе? Все серьёзные проекты законов, которые вносятся в Государственную Думу, они все проходят обсуждение. Проводим мы парламентские слушания, причём приглашаем со всей России, проводим рабочие группы, десятки, сотни рабочих групп проводим. Выезжаем в конце месяца в регион и встречаемся с экспертами. Если идёт речь по образованию, там изменения в какой-то закон, мы встречаемся именно с работниками образования. Медицина с медициной. И только потом, между первым и вторым чтением, когда мы приезжаем с региона, когда мы привозим мнение людей, жителей Российской Федерации по этим регионам, какие-то поправки входят, какие-то не входят, что-то удаётся внести, значит, в тело этого закона, что-то, может быть, отклоняют. Но это точка зрения, ну, максимально, я считаю, жителей Российской Федерации через своих депутатов, которых они избрали в Государственную Думу. Здесь должно быть то же самое. Здесь депутаты окружные, там, мест на уровне Заполярного района, они должны с людьми разговаривать на эту тему в обязательном порядке. Что должно защищать всегда вот жители округа, чтобы они не волновались, не беспокоились? То, о чём говорит президент всегда. Спрашивайте людей, спрашивайте людей. На съезде нашей партии, на крайнем съезде он выступал и говорил, что вы на местах, я опираюсь на вас, вы задавайте вопросы чиновникам, конкретно в лоб задавайте вопросы, не стесняйтесь, призывайте к ответу, что они делают, чтобы посоветоваться как-то на этом уровне. А не получалось так, что если человек высказал какое-то своё мнение, чтобы сразу ему так дали, что он присел и молчит, и боится слова сказать. Я думаю, что будут оргвыводы какие-то и по партийной линии, безусловно, потому что оригинальное отделение, прямо скажу, что оно немножко, не немножко, а отошло, как бы так, заняло пассивную позицию, наблюдательную. Надо было информировать руководство того же Турчака, доводить информацию, что происходит. Значит, я думаю, что выводы какие-то будут абсолютно по всему, по всей структуре. Тут никаких у меня личников в этом плане сомнений нет. Хотелось ещё поговорить о второй, наверное, сегодня актуальной теме – это коронавирус. А мы пока что в Ненецком округе, да, он не так страшно, как в других регионах всё это проходит. Вот вы в рамках вашей рабочей недели будете какую-то работу проводить по коронавирусу здесь, в нашем регионе? Безусловно. Мне надо встретиться или поговорим по телефону с главврачом. Мне надо обязательно посмотреть в целом, как идёт финансирование. У нас медицинских работников уже такая проблема есть. В целом ещё раз посмотреть. Безусловно, я каждой поездкой мы на связи вот эту ситуацию мониторим, поскольку, ну, эта беда вот она случилась. И я сам попал в ситуацию, когда прилетел вниз, когда прилетел вниз и летел на самолёте с девушкой, которая вот больна. И вот вы знаете, вот не очень-то как-то вот даже, несмотря на то, что я проверился перед вылетом, и сейчас, кстати, проверился, перевёз справку с собой. Три раза причём проверился в маске, в перчатках. Вы видели, зашёл сюда, значит, не снимай. Здесь все без перчаток, смотрю, без масок ходят. А вот я обратил внимание, в самолёте, в аэропортах, в Москве, в масках и перчатках люди. И благо у нас удалось всё-таки стабилизироваться. Мы вышли на плату в целом по Российской Федерации, где-то, ну, порядка где-то до 9 тысяч заболеваний. К сожалению, это пошло в регионы, но это следовало было ожидать. И в целом у нас сегодня выздоровеешь больше, чем заболевших. Дай бог ситуацию всё-таки нам в Российской Федерации удалось удержать. Более того, процент умерших, мы, по сути дела, ну, сегодня мы на первом месте в мире. У нас чуть более там одного процента только умерших. Это очень хорошее. Это говорит о нашем уровне медицины, нашим работникам. Низкий им поклон всем медицинским работникам. Это, по сути дела, то, что они делают, это чудеса. И то, что вот я еду по Москве, вот неплохо было и здесь, на Ренмаре, когда вижу в аэропорту, там, доктор такой-то, доктор такой-то, спасибо вам, низкий поклон. А у нас тоже появились такие республики. Вот здорово, здорово. Вот это действительно, они сутками работают, дома не бывают практически, медицинские работники. И удалось удержать вот эту ситуацию, как бы это самое дерево здесь нету. Удалось удержать, на платах мы вышли, чуть-чуть пошло снижение. Даже некоторые уже субъекты выходят там поэтапно из режима изоляции. Уже 20, там, 35 субъектов, по-моему, уже по первому плану, там по второму семь есть. То есть ситуация пошла на спад. Ситуация пошла на спад. Здесь, в округе, насколько мне известно, насколько я поддерживаю контакты с нашей медициной, здесь, с руководством округа, значит, тоже, слава богу, все под контролем, все готовы, все есть. Во-первых, на первом плане там были моменты с масками, с халатами, все это было. Но это во всем мире так. Сейчас мы вышли уже на очень серьезный уровень в этом отношении, дай бог, чтобы не было второй волны. Но сегодня вот эта ситуация, она все-таки уходит. Она все-таки уходит, и дай бог, чтобы у нас нескавтономно мог. И вот хорошо, что у нас здесь прилетел, проверяют. Нет справки сразу на 14 дней на изоляцию. Но тут надо вот, спасибо еще и волонтерам, вот я вниз прилетел, там же, ну, я их понимаю прекрасно, да, в деревне там врача нет и прочее. Ну, это очень тяжело морально на самом деле, потому что люди боятся. Люди боятся, и правильно, что боятся. Но нужно думать, как беспокоиться, как, допустим, позаботиться о тех людях, кто на изоляции. Вот ладно, у меня там брат есть, неси, да, он там повесит мне там на дверь, на ручку там, я там возьму продукты. А у кого нет родственников, позвонить, спросить, как вы себя чувствуете, как у вас температура. Я даже градусника не было, неси там, хорошо, брат там градусник у меня нашел где-то. А вот так вот как вот? Вот тут очень важный и низкий поклон нашим волонтерам, молодежь, ребята, которые вот взялись за это дело. Кстати, хорошо, вот наша, кстати, и фракция организовала. Вот эту всю работу, да, организовали эту работу. Просто молодцы, ребята. Не считаясь со временем, абсолютно безвозмездно. Никогда ничего не скажут, ходили по бабулькам, там, кто на изоляции, что нужно, что принесут. И это нужно поселам, мне кажется. Машка, я вот ощутил вот это, когда вот вниз прилетел. Чисто психологический счет, повторюсь, все это понятно для людей. Конечно, там, беспокойность такая, дай бог, все нормально, там, все это обошлось. Да я не сомневался, что так будет. Но, тем не менее, все-таки эта беда, она должна уйти. У правительства четкий выработан план. В целом, как выходить из этой ситуации. Краха у нас, по большому счету, никакого нет в нашем бюджете. Мысли ситуация в 2016 году была посложнее. Гораздо сложнее была ситуация, когда мы вынуждены были там социалку подрезать где-то. И люди это и поняли, кстати, и приняли. Готовы ли беду ведь есть? Действительно, лишь бы только вот быть, как вот вы сказали, коренные народы, это самое, не дай бог, они там, ну, опасаешь идентичность, потеряешь свою. То есть, вот по сути дела, я думаю, что мы за 25 дней, за 25 дней в Государственной Думе приняли 25 поправок в федеральное законодательство. По самым различным аспектам. Начиная с поддержки многодетных семей, кто оказался без работы, малый, средний бизнес, там, авиация, большой бизнес. Целый спект дали возможность правительству оперативно эти вопросы решать, по сути дела, как в военное время. И надо дать должность, она очень оперативно, четко работает у нас все структуры сегодня в Российской Федерации по этому направлению. Надеемся, что вакцина у нас к осени появится, вот, и все будет хорошо, и мы начнем работать спокойно, в том числе и в Ненецком автономном округе. Будем развивать округ, будем поддерживать коренные малочисленные народы, будем дружить с Архангельской областью, и все у нас будет хорошо. Ну, главное в это верить, что все будет хорошо. Сергей Николаевич, спасибо вам за очень содержательное интервью. Еще раз повторю, что рады были вас видеть, и ждем вас еще. Вот, хотелось бы поговорить по поправкам в Конституцию более детально. Вот, у нас просто время уже закончилось. Поэтому, я напомню, нашим гостем был Сергей Николаевич Коткин, депутат Государственной Думы. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова